нам нужно зафиксировать лист бумаги скотчем потому что сегодня мы будем рисовать по мокрому берем обильно водичка смачиваем наш лист я для этого использую широкую плоскую кисточку если у вас такой нету то можно обычный далее беру синий зеленую краску и полностью начинаю заливать наш лист делаю растяжку цветом наверху у меня будет более затемненная область в серединке будет самое светлое внизу тоже будет темное мы создаем вот такой градиент наверху я накладываю чуть больше цвета и виду растяжку к центру то же самое снизу я накладываю чуть больше цвета и виду кисточкой равномерно вот такую заливку делаю за счет того что хорошая качественная бумага заливка получается равномерная слишком сильно закрашивать не нужно главное сохранить вот такую полупрозрачность в серединке далее я синий зеленую краску смешивая немного с голубой и беру больше пигмента точечными движениями начинаю наносить краску наношу неровно и краска сама растекается благодаря опять же бумаги пока у нас вот такая мокрая поверхность мы вносим спокойно краску точечными движениями и далее и просто растушевываем это очень похоже на работу поля только с другими цветами когда мы закончили с одним слоем берем следующий цвет не ждем пока подсохнет в этот цвет мы уже добавляем чуть больше синего чуть больше ультрамарина для того чтобы у нас было все таки различие какое-то и опять же больше пигмента берем чтобы этот слой выглядел темнее но этот слой у нас чуть ниже того который мы наносили ранее то есть мы создаем такой многослойность при этом бумага на сырая и все также растекается наш цвет сейчас я взяла чуть больше синий зеленый и смешала синий мне нужно очень темный цвет очень темный колер я уберу много окраски и накладываю его поверх наших двух слоев создаю третий слой накладываю также точечными движениями и краска сама растекается за счет того что мокрая бумага хорошая бумага вот примерно такой композиции мы и добивались на этом заканчиваем далее начинаем сушить наши слои всю нашу бумагу хорошенько просушиваем феном либо ждем когда она естественно высохнет но очень важно чтобы бумага была абсолютно сухая когда мы приступим к следующему этапу работы берем все ту же синий зеленую краску или изумрудную и начинаем полупрозрачно вести прямую линию если нужно добавляем чуть больше водички и стараемся вести непрерывно вот такую прямую линию можно ее довести до самого низа либо свести на нет и далее вот этой линии той же самой краской видео вот такие извилистые линии пускай они будут чуть тоньше чуть каким-то кривыми потому что это как вы уже догадались наше дерево и тоже повторяем рядом берем полупрозрачную краску и легонько рисуем линию так как это дерево оно может быть неровное может быть какое-то кривое и веточки точно такие же мы ведем их немного криво даже иногда как-то угловата какие-то веточки очень тонкие какие-то потолще на веточке можно сделать пару маленьких сучков но увлекаться этим не нужно возьмите еще более про полупрозрачную краску вообще очень мало пигмента больше водички просто нарисуйте столбик возьмите очень мало пигмента больше водички и вот такой полупрозрачной линии нарисуйте наши деревца рядом тоже самое у нас будут еще вот просто такие столбики без веточек очень тоненькие на заднем плане пускай они будут немного кривые но очень важно чтобы они уходили в край листа пока мы рисуем полупрозрачно не так важно как они заканчиваются мы просто следим за тем как они уходят у нас ввысь вот у меня от кисточки кстати такой бывает остался ворс я его не буду убирать потому что если вы сейчас начну убирать то возможно я оставлю следы краски мне это не нужно и я просто продолжаю рисовать дальше потом когда подсохнет сама бумага я ее смогу убрать продолжаю заполнять лист вот такими полосочками полупрозрачными если мы полупрозрачно нарисовали толстые деревца то тогда у него уже можно нарисовать ветки вот кстати ворсинкой и убралась на заднем плане можно нарисовать еще более тонкие линии совсем парочку и берем все тот же цвет чуть больше пигмента и начинаем вести линию линия может быть чуть-чуть искривляться и кверху сужаться если нужно мы можем пройтись еще раз кисточкой для того чтобы ее увеличить но и конечно же рисуем веточки у нашего деревца вспоминаем урок кисти там где мы учились вести линию где у нас такие вот у кисти и толстые линии и тонкие мы немного изменяем наш нажим наше положение кисточки и получаем вот такие разные линии на веточках располагаем пару других веточек сучочков но сильно не прорисовываем нижний край нашего деревца немного растушевываем водичкой берем нашу синий зеленый смешиваем синим и теперь больше пигмента идет и мы рисуем наше дерево уже на переднем плане получается и давайте нарисуем еще одно прямо около края ну и конечно же делаем у дерева веточки так яркой немного закрыла но все точно так же мы точно также ведем наши веточки из дерева они смы растушевываем ветви направляем чуть сторону и вверх они могут и как-то так прерываться в принципе можно несколько раз пройтись какие-то полупрозрачные сделать и давайте возьмем еще больше пигмента и сделаем вот с этого края дерева причем петли одного дерева заходят на другое нарисуем последнее деревце мы его немного разбавим водичкой не совсем будем его темнить и она вот будет располагаться примерно как-то так у него будет разделяться на три таких вот ветви дерево и веточки добавляем и несу дерева опять же растушевываем водичкой а теперь давайте возьмем ту же самую краску и просто постучим по кисточке карандашом и вот у нас образовались такие брызги я еще хочу добавить еще больше брызг но уже немного другого цвета побольше не такие мелкие можно например оставить и так но я хочу добавить побольше брызги для этого я закрою ну вот серединку и кроны деревьев бумажкой просто закрываю бумажка там где я не хочу чтобы мне попадали брызги и уже вот так вот обильно синий зеленый изумрудной какой-то я добавила брызги все